Добрый день! В эфире православный календарь. Программа Якутской епархии. Сегодня мы расскажем поздравление епископа якутского еленского романа с Рождеством Христовым. Что такое календарь, расскажет о романах Симеон в рубрике «Идем в храм». Святые мученики, 14 тысяч младенцев, убиты царем Иродом в Вифлееме. Когда пришло время совершения величайшего события, воплощения Сына Божия и рождения Его от Пресвятой Девы Марии, восточные волхвы увидели на небе новую звезду, предвозвещающую рождение царя Иудейского. В тот час они направились в Иерусалим для поклонения родившемуся, а звезда указывала им путь. Поклонившись богомладенцу, они не вернулись в Иерусалим к Ироду, как он им приказывал. Тогда Ирод понял, что замысел его найти младенца не осуществился, и приказал убить в Вифлееме и окрестностях всех детей мужского пола, младше двух лет. Он рассчитывал, что среди детей и будет богомладенец. Погубленные младенцы стали первыми имя учениками за Христа. Дорогие братья и сестры, вот уже более двух тысяч лет прошло с той ночи, когда в убогой Вифлеемской пещере произошло величайшее чудо, которое еще задолго до этого воспевал пророк и псомовеец Давид, говоря «Бог Господь, явися нам». В эту спасительную и святозарную ночь совершилась великая тайна Бога воплощения, и вся вселенная в едином молитвенном предстоянии прославляет премудрость и благость Божию о спасении человечества. «Ныне родился Спаситель мира, чтобы перед каждым из нас открыть врата рая, и чтобы каждый человек, возвышая свой взор к небу, имел возможность назвать Творца всего видимого и невидимого мира своим Отцом». Человечество, некогда отвернувшееся от Бога в грехопадении прародителей, сегодня вновь обретает возможность единства со Своим Творцом. Потому что родившийся Христос, новый Адам, царь царствующих и Господь господствующих, создавший все единым словом, уничижил себя самого, приняв образ раба, чтобы сделать нас способными причаститься божественному естеству. «Дорогие мои якутяне, для нас, православных христиан, рождественская радость – это не просто дань традиции или один из очередных праздников. Это радость осознания того, что мы не забыты и не оставлены Богом, что мы не обречены на отверженность и вечные изгнания. С пришествием мир Христа Спасителя человечеству явился тот, кто утолит все его печали, возьмет на себя немощи и отрет всякую слезу». Минувший год к благости Божией был наполнен множеством событий. Так в прошлом, в 2014 году, вся полнота Церкви на общенациональном уровне отметила 700-летие со дня рождения преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского и всей России чудотворца. Наша якутская епархия также достойно приобщилась к этому празднованию, и под эгидой юбилейной даты прошло немалое количество различных мероприятий. Среди всего этого разнообразия торжественных событий хотелось бы особо отметить проведенные молодежные съезды и форумы. Благодаря этому все мы, а особенно молодое поколение Якутии, что немаловажно и значимо, вновь и вновь смогли увидеть в преподобном Сергии пример жертвенной любви к людям и к своему Отечеству. Также наша возрождающаяся якутская епархия была активно задействована и в других не менее важных событиях, призванных продолжать завет великого святого апостола Америки и Сибири, святителя Иннокентия, митрополита Московского по укреплению и распространению православия на территории Якутии. Так в соработничестве с клиром епархии, властями, общественными организациями, представителями деловых кругов было положено начало многим инициативам, которые призваны помочь сплотить людей, возродить духовные и нравственные основы общественной жизни в нашем регионе. В течение почти четырех веков вера православная является органичной частью бытия якутян. Это находит отражение и в обычаях благочестия, бережно передававшихся из поколения в поколение, и в патриотических подвигах героев, и в памятниках письменности, архитектуры, иконосе, иконописи и пения, а также в родной речи, пронизанных библейским видением и пониманием мира и человека. Ныне якутская епархия продолжает дело, начатое апостолом и просветителем Сибири и Америки, святителем Айакентием, и его благочестивыми последователями. Строятся новые храмы, ведется каждодневная, необходимая и важная, богослужебная, душепобечительская, миссионерская, просветительская, социальная деятельность, переводческая и издательская работа, развивается богословское образование. Возлюбленные о Господе, братья и сестры, все объединены вокруг Богомладенца Христа, прославляя Его Рождество. Надеемся и обращаем к Нему свои молитвы, чтобы Он родился в наших сердцах и в сердцах всех тех, кто готов принять Его в свою душу. Радуясь этому светлому празднику Рождества Христова, изберем для себя жизнь, а не смерть, изберем любовь Божию, а не ненависть и злобу. Обратим свой христианский взор тем, кто нуждается в нашей любви и заботе, кто ищет помощи и поддержки, и принесем им свет Вифлеемской звезды, свет любви Божией к падшему человеку. Чтобы все, и ближние, и дальние, смогли ощутить радость этого великого торжества, Рождества Христова. Празднуя Рождество Христово, будем стараться наполнить свои сердца миром Христовым, ибо Он – мир наш, как пишет апостол Павел к посланнике Фессиным. Если в наших сердцах восторжествует мир Христовой истины, то Он будет и в наших семьях, и в нашей общей жизни, и во всех людях. От всего сердца поздравляю вас с праздником Рождества Христова, дорогие братья и сестры. Молитвенно желаю всем вам благодатной помощи от подателя благих и всемилостивого Творца и призываю на всех вас и на ваши труды Божие благословения. Приближается святочный период. Как церковь относится к каляткам? Об этом нам расскажет и роман Ах Симеон. После праздника Рождества Христова начинаются так называемые святые дни или святки, или христославными, потому что в эти дни принято празднуя их семьями и друзьями, славить Христа, прославлять Его в песнях и так называемых калядований. Традиция калядования церковью никак не осуждается, если не несет в себе никакой языческой окраски. Если человек, который совершает эти действия, славит родившегося Господа, поет рождественские гимны и говорит, рассказывает тем самым ближним и дальним о светлом празднике Богоявления Господа и Спасителя, Иисуса Христа. Очень важно, когда в доме есть молитвенник, человек, который молится. Молитва призывает на дом благодать Божию. Это чувствуют все домашние, даже те, у кого сердца охладели. Непрестанно молитесь. Старец Фадей Витовницкий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok